Ну что, начинаем традиционно. Зачитывай текст. Системный взгляд. Психологически зрелый мужчина способен рассматривать события и явления системно. В отношениях с другими людьми он способен видеть события не только с точки зрения самого себя, но и глазами другого субъекта отношений. Способен системно прогнозировать последствия своих действий. Так, отлично. Ну, тут напрашивается самый первый вопрос, самый очевидный. Что вообще в принципе значит рассматривать системно? Потому что такое абстрактное достаточно понятие. Итак, системный взгляд. Системный взгляд. Системный взгляд означает на любое событие, на любое взаимодействие с другим человеком Я умею смотреть своими глазами, то есть чёткая позиция, своими чувствами чувствовать другого человека. Я умею посмотреть глазами другого человека, то есть как моё слово в сердце другого отзывается. И я умею смотреть на происходящее со стороны. Что значит смотреть со стороны? Это означает, если бы китаец или какой-нибудь индус посмотрел на наше общение, как мы говорим, и он слышит только голос и интонации, он не понимает смысла. Это выглядит как что? Как будто люди ругаются, как будто они влюблены друг в друга, как будто бы они хорошие друзья, как будто они строгий начальник и заискивающий подчинённый. То есть как это выглядит со стороны, когда мы общаемся. И четвёртая категория, добавляем сюда время. Это временная протяжённость. Во временной протяжённости, если бы люди разговаривали друг с другом именно так, то каким последствиям приведёт развитие событий? Через день, через неделю, через месяц, через полгода, через год, через пять лет. Системный взгляд – это умение удерживать все четыре точки описания. Также во взаимодействии с любым другим предметом. Например, с моим проектом. Я вижу проект своими глазами. Я вижу себя глазами моего проекта. Чувствует ли мой проект себя любимым, ценным? Кормлю ли я свой проект? Дарю ли ему подарки? Совершаю ли какие-то неформальные действия в отношении проекта? Как-то творческий ли я в отношении проекта? Или я что-то придумал там, ну, купи дешевле, продай дороже. И просто, ну, фигачу обычную семейную жизнь. Ну, такую скучную. Когда люди уже устали друг от друга, и просто вот они, ну, приходят и уже хотят друг от друга отдохнуть. Хочу ли я расстаться со своим проектом? И я смотрю со стороны, каковы отношения моего проекта и меня. Например, если мой проект «Центр Отчий дом», я могу поиграть своим сознанием и рассматривать это как субъект отношений. Ждёт ли меня мой «Отчий дом», любит ли меня мой «Отчий дом», хочу ли я своему визави делать подарки, украшать его как-то по-особенному. Если он немножечко постарел, покосился, хочу ли я держать его в каком-то творческом подъёме. Вот. На свой проект «Отчий дом», например, я сейчас заказал наличники. Ну, теперь это не просто хай-тек окна, а такие резные наличники. Но я подбирал специально, чтобы наличники были не слишком вычурные, но и не слишком банальные. Такие, знаете, в ромбиках, просто из ромбиков состоящие нет. Вот. И если кто-то со стороны, какой-то человек видит меня и мой проект, он без… ошибочно может сказать «Они любят друг друга уже очень-очень много лет». Да. Соединяюсь ли я в единое целое со своим проектом? Вхожу ли я с ним в близкий физический контакт? Да, я буквально как мужское в женское вхожу в него и нахожусь в нём. И я эрегирован полностью и стопроцентно, пока нахожусь в этом проекте. Я возбуждён там, я счастлив там, но я и нежен там, непросто. И я не хочу кончать. У меня тантра постоянная с этим проектом. Вот. Типа раз упал, типа фух, устал, справился, всё, классно сделали. Нет, я смотрю, вот мы провели семинар или чего-то такое, и я продолжаю быть возбуждённым. То есть я не завершаю ничего. Приходят ли мне, ну как сказать, этапы разочарования по отношению к проекту? Например, я говорю, блин, ну как-то… Иногда бывало так, тянешь, тянешь, всё как будто один тянешь. Это когда мужчина всё тянет, а женщина только ноготочки красит и в Инстаграме сидит. Вот. Да, у меня бывали состояния. И я понимаю, что мне нужно разговаривать с теми людьми, которые со мной в проекте. Мне нужно делегировать, мне нужно что-то попросить. Вот. Но я понимаю, что когда у меня желание развестись, расстаться, разъехаться, плюнуть на всё, это неадекватно. Отдыхаю ли я от проекта? Да. Иногда на месяц уезжаю, иногда на три месяца. Потому что расставание – это новая встреча. Когда люди расходятся, каждый в свой мир, точно так, как человек расходится с проектом, но так ответственно, чтобы проект за это время не влюбился в кого-то ещё. Разошлись, разъехались, отлично. Любой человек, который видел меня и мой проект, может сказать, как и, например, может сказать, да, они влюблены друг к другу. Они не просто влюблены, а они любят. И уже много лет. И проходили кризисы. Да, но они вместе. Они вместе. И они радуют нас. И теперь в протяжённость. Вот, в протяжённость. Я, как настоящий любящий человек, своему проекту сказал, «Если ты захочешь выйти замуж за кого-то другого, я не против. Мне не нужен мемориальный комплекс или дом-музей игуменной имени. Нет, ты молодая женщина, прекрасная, красивая. Хотя и называешься мужским именем. Центр, отчий дом. Если найдётся тот, кто будет за тобой ухаживать, будет тебя любить. Не меньше, чем я. Ну, можно чуть-чуть меньше. Знаешь, в любви-то мы тоже учимся. Я буду не против. Поэтому вот я, ну, как бы, я знаю, кто возьмёт. В случае, чтобы мой проект жил и был счастлив даже без меня, я уже позаботился о том, что кто возьмёт духовную составляющую, кто возьмёт идейную составляющую и кто возьмёт материальную составляющую. То есть трёх женихов для своего проекта уже нашёл. Ну, пока я здесь, эти прекрасные женихи настолько деликатны и корректны, что они не претендуют, а вместе со мной любят этот замечательный проект. Они входят в него, они живут в нём, они возбуждены в нём, они вдохновлены в нём. Вот. И я уже смотрю в протяжённости. Вот, как это будет. Вот мой проект, вот курс, о котором тут очень много говорят. Отчасти мой проект, ну, как бы, и тоже Ивана, это вот наш круг мужской. Вот. Моя ответственность позаботиться, чтобы мой проект жил и был счастлив даже без меня. Вот. Но сам проект мне не изменит. Вот. И это и есть системный взгляд. То есть, это и есть системный взгляд на проект, на отношения, на любые другие ситуации. Своими глазами первая позиция восприятия. Глазами другого человека вторая позиция восприятия. Третья – это взглядом со стороны. И четвёртая позиция – это временная протяжённость. Вот. Чтобы не то, что все, ну, сорвать на стадии влюблённости в проект все бонусы, а потом человек, проект становится неинтересен. Большинство людей… Вот я хочу сказать тебе интересный про системный взгляд. Если человек берётся за какое-то дело и потом не наводит его до конца, то таков же он и в отношениях. То есть, вначале он берётся, загорается, а потом у него эрекции не хватает на то, чтобы… на долгосрочность. Вдохновения не хватает на долгосрочность. Вот. Поэтому психологически зрелый мужчина имеет системный взгляд. Прежде чем всовывать себя в какой-то проект или в какое-то другое тело, он хорошенько вдумывается, чувствуется, он разговаривает с этим другой точкой зрения, другим субъектом восприятия. И он дальше с ответственностью строит отношения, входит, договаривается об обязательствах и живёт. Но как бы не из чувства долга, а из того, что может поддерживать себе любовь вот к тому, что он делает, тому, как живёт. Вот тебе краткий курс системного видения, системного мышления. Я уложился, ну, давай так, в 15 минут. Ну, вот у нас там есть формулировка, наверное, это про вторую позицию восприятия, что умение видеть глазами другого человека. И, как правило, ну, это, как мне кажется, не самый простой навык. Потому что очень часто, особенно если контекст эмоциональный какой-то, ну, или заряженный, ты как-то отношение какое-то к нему имеешь, ты всё время сваливаешься больше как-то в первую позицию. И вот, получается, теряется возможность системно смотреть? Да. Если моя первая позиция восприятия «я» своими глазами сильная, здоровое чувство «я», своё понимание, своё чувствование, и вот в четвёртой категории «зачем мне это нужно», то есть в протяжённости, насколько я, ну, как бы меня хватит, хочу ли это себе на всю жизнь, этого человека или этот проект. В проекте тоже можно завершать отношения, ну, видя, что проект провальный, можно, ну, у меня закрывать. Вот, но в любом случае, если я позиция здоровая, то я выстаиваю любую интенсивность «ты» позиции. Вот, тебя может штормить, ты можешь смотреть, любишь ты себе почётно меня, не любишь, у девочек иногда так бывает, по чётным люблю, по нечётным не люблю. Но я выстаиваю в этой интенсивности, в своей неизменности выбора тебя. Вот. И продолжаю быть открытым, потому что я выбрал, потому что ты нужна мне. Ты нужна мне. Есть такая песня у Бориса Борисовича. Ты нужна мне. Всё. Я это просто знаю и смотрю, улыбаюсь, как тебя штормит. Вот. Я одной частью себя душевно открыт, как Иван Матвеев, а другой частью себя, как Денис Самойлов. Не вовлекаюсь так, чтобы особо, чтобы меня не расфигачило вместе с тобой. Когда другого штормит, будь это человек, будь это проект, когда другого штормит, если у меня слабая я позиция, я думаю, что любовь – это вовлечься и как бы штормиться, колебаться вместе, если другой колеблется. Нет. Я спокой, но я устойчив в своём выборе тебя. Это действует, как самый сильный гипноз. То есть я с тобой. Я устойчив в своём выборе тебя. Устойчивая я позиция. Мне кажется, если говорить в контексте отношений, то, наверное, женщины вообще это ищут. То, что говорят, какой-то типа устойчивости. Типа стена, как за каменной стеной. Тут, наверное, про это похоже. Верно. И это как за каменной стеной, есть ещё очень важная грань. В своей устойчивости каждый психологически зрелый мужчина должен понимать, что я точно не стена. Я не робот. Я не какой-то манекен в грунежилете. Если я смотрю, что проверка меня на устойчивость то ли самой женщиной, то ли её психикой продолжается уже три месяца, полгода, год, я говорю, послушай. Вот так вот. Просто говорю, послушай. Я больше растрачиваюсь на попытке понять тебя и удержать общий баланс, чем получаю удовольствие от отношений. Меня может надолго не хватить. Ухожу я сразу, я предупреждаю, что ухожу я сразу без объяснения причин. Потому что вся причина налицо. Ты меня расфигачиваешь то вправо, то влево. Тебе, ну, есть какие-то вещи, которые я готов выслушать, понять, принять. Но есть какие-то вещи, с которыми тебе справляться самому. Поэтому ты за меня тоже отвечаешь. Чтоб у меня не съехала крыша, чтоб я не попал в психиатрическую больницу, эмпатируя твоей неустойчивости, подыгрывая твоему непостоянству, позволяя себя почетным выбирать, а по нечетным меня расфигачивать, что я якобы не тот человек, которого ты ждешь. Я не, я человек, я не каменная стена. Поэтому, если ты хочешь быть за каменной стеной, давай, родненька, я тебя построю здесь, внутри квартиры. Вот. И будь за каменной стеной. И так вот тебя аккуратненько, ну, как бы, за эту каменную стену там. А если там выйти погулять, так через окно, всё. Вот я не каменная стена, я живой человек. И у меня есть лимит, у меня есть лимит, сколько я в состоянии буду, ну, вы стоите. И этот лимит, как мне кажется, подходит ко мне. Вот так спокойно, не вовлекаясь в истерики, не подыгрывая вот этим всем качелям. Мне кажется, у нас немножко больше не на урок, а на психотерапевтическую сессию это становится похоже. Ну, наверное, так складываются карты. У меня такой вопрос про системный взгляд. Вот, допустим, мужской круг, это же в некотором роде система, или любой тренинг, который ты проводишь, это тоже определенная система. Вопрос у меня какой? Как ты удерживаешь системный взгляд? Это вот сейчас 28 человек. Сейчас это больше проходит, вот, ну, как урок-то назвал, пусть будет как урок. Тогда это происходит, вот, как часто 150 сообщений за день, где у каждого есть реплика. Каким образом ты в таком контексте удерживаешь системный взгляд? Или в контексте тренинга, когда каждая реплика, она же как-то в систему вкладывается, то есть, и где-то надо подойти, где-то отойти. Вот такой у меня вопрос. Как ты удерживаешь штамп? Мне проще объяснить с точки зрения тренинга сначала. Если я собираю тренинг, я интуитивно и приблизительно знаю, сколько на мой тренинг придет человек. Вычислить это несложно, если я провожу его здесь, потому что лимит ограничивается количеством спальных мест в центре. Вот. Может прийти 12 человек, может приехать там 26, кажется, как в этот раз было человек. Все, что происходит. Да, тренинг начинается никогда там, не в 10 часов, в субботу, например. А тренинг начинается, когда люди приехали. Вот они приезжают, они размещаются, они пытаются понять, какие здесь порядки, какие правила. Они пытаются освоиться, они пытаются уточнить какие-то границы, что можно, что нельзя. У них есть какой-то миф обо мне. И вот, значит, начинается, да, а я плавненько ухаживаю как любовник за всей группой, как за единым организмом. При этом индивидуально учитывая и видя каждого, насколько удается рассмотреть. Ну, согласно нашим с тобой, Валер, любимым киносюжетам, не буду даже здесь их озвучивать, вот в этих киносюжетах там есть очень хорошая вещь, которую я подчеркнул, обучился, вернее, увидел, но она мне созвучна. Реплика каждого важна. Реплика каждого учитывается. Не на все реплики у меня есть ответы. Иногда даже у меня есть ответы, но если это группа, я позволяю людям, ну, каким-то образом друг другу отвечать тоже. То есть я, вот смотри, принцип круга, принцип тренинга, не только все со мной говорят, но и каждый друг с другом. Я наблюдаю за тем, чтобы реплики людей были уважительными по отношению к друг другу, неуважение, оценочное суждение, бред, чушь, вот такие слова, хрень, что он несет, вот, он не мужик, вообще она какая-то сумасшедшая, вот такие вещи недопустимы. И здесь я слежу за внутренним, ну, соблюдением минимальных, хотя бы, этических норм. Этика, это наше все. Формальное, уважительное, несогласие, чтобы выражалось в корректной форме. Я могу, во мне достаточно сил, чтобы конфронтировать с каждым человеком, если я тренер, так и со всей группой. У меня даже достаточно потенциальности, чтобы, ну, остановить, распустить, например, тренинг по какой-то причине. таких случаев, в принципе, не было. Ну, как бы, вот, моя задача, когда люди интенсивно включены в меня и в друг друга, когда, друг в друга, когда семинар, тренинг закончился, задать несколько очень четких определений, что тренинг закончен и отпустить. Для меня показатель хорошо закончившегося семинара тренинга, что после объявления его завершения никто не хочет ко мне подойти и взять автограф. То есть, люди, то есть, моя ответственность отсоединить, моя ответственность наполнить людей так, ну, в нашей коммуникации, чтобы кусочки еще меня, ну, а когда любой тренер, вот возьмем там Мужицкую, там Чикчурина, любой тренер, тренер, он в состоянии сияния находится, в состоянии наполненности. И вот, когда человек еще кусочек меня хочет, он, скорее всего, или не был на тренинге, а был где-то внутри, или просто, ну, эгоистичен слишком, или, может быть, он, ну, не услышал чего-то главного, что я озвучил, и, может, я чего-то не доделал. Поэтому, если все-таки человек подходит, я ему додаю немножечко, и мы расстаемся. Вот, в отношении круга я вижу, ребята, замечательные, чудесные, Валентин, Сергей, Иван Матвеев, и Роман, и каждый из романов, и даже Сергей, что у вас здесь идет постоянный диалог. Я не считаю своим долженствованием вникать во все диалоги. Если кто-то, я захожу в телефон, кто-то написал, и там голосовое сообщение на 8 минут. Но, думаю, если на 8 минут человек что-то рассказывал, скорее всего, ему есть что рассказать. И тут есть кому на это как-то отреагировать. Вот, потому что я знаю, что сутевые вопросы, они краткие. Они, если человек желает, ну, как сказать, поделиться чем-то сутевым или спросить о чем-то важном, это где-то в минуту можно уложиться. Поэтому я не считаю необходимым. Да, вот свойство такое лидерское, ну, в данном случае, в нашем контексте психологического зрелого мужчины, это умение делегировать. А делегировать, значит, отдать какой-то участок кому-то и не вникать. А это значит, глубокий уровень личного контакта и личного доверия. И у меня есть то, что я могу делегировать Саше, однолетковый. У меня есть то, что я могу делегировать Ивану. У меня есть то, что я могу делегировать Ольге. То, что делегировать Юле. Но, видите, невротический лидер, незрелый, он вникает во все детали и пытается все проконтролировать, чтобы все было по его. Ну, зрелый, я считаю, что уже как бы пора бы мне быть зрелым. Я в детальки не вникаю. Вот поэтому этот круг я делегирую, вот наш мужской круг, каждому из вас. Я верю, что каждый, у кого есть возможность, время, вот, и телефон в руках, может прийти другому на помощь. Поэтому круг будет работать и существовать в том виде, в котором он уже есть, будет работать и существовать, даже когда ни меня, ни Ивана Матвеева здесь не будет. Он уже состоялся как единый организм. У него есть своё поле, у него, он прекрасное, живое, замечательное существо. Вот. И поэтому, но каждого индивидуально я помню в этом круге. Если человеку дальше, если он более счастлив во вторник в 20.00, где-то там, чем здесь, я не гонюсь и не говорю верну, вернись, любимый, я всё прощу. Ну, где-то человек счастлив, там, забыл, загулял, напился, просто уехал в Турцию без телефона. Всё, отлично. То есть, умение отпускать одной из таких, ну, хороших позиций, мне кажется, здорового, ну, что ли, отношения к человеку, уважения, то, что где-то он сейчас ему нужнее. Я могу, конечно, лично написать. Вот. И вот очень приятно, когда кто-то из вас не может участвовать, вы пишите, мужчины, сегодня меня на круге не будет. Всё. Это значит, что я с вами, я не выхожу, но ей что-то поважнее, даже не надо описывать, что. Если так, вот от общего к частному, а системный взгляд, ну, ты же рассматриваешь всё равно свою жизнь. Как ты смотришь на свою жизнь с системным взглядом? То есть, на события, которые определённые привели тебя сюда, ну, что ещё вытекало, то есть, об этом-то можешь рассказать? Смотри, система, это когда, как минимум, два существуют. Если речь идёт об индивидуальности индивидуальности, то это не, ну, как сказать, я целостный, ну, конечно, у меня есть какие-то одни занятия, другие, третьи, но я сам с собой в ладу. в ладу сам собой, вот, я не рассматриваю, ну, как бы, я предпочитаю не дробить себя на ум, чувство, воля, душу, там, тело, я с собой в ладу. Захотел поспать, поспал днём, захотел поесть, поел, захотел какие-то рилсы поделать, поделал, всё. Я имел ввиду, нет, не там текущий момент, вот сейчас, а свою жизнь, как нарратив такой, как историю. Я пытаюсь уникнуть и понять, что ты имеешь ввиду, но у меня пока не получается, и чувствую себя в полном провале. Это надо же взгляд со стороны, чтобы понять свою жизнь, а у батюшки такого взгляда нет, он же говорит. Непрессор. Я не знаю, вот я, ну, как бы могу спросить Ивана Матвеева, ну, как тебе моя жизнь, вот, относительно тебя? Да, 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 вот так, другой вопрос. И вот тебе другой вопрос, Иван, как моя жизнь относительно тебя, как она чувствуется, как она влияет на тебя, ну, ну, вот, вот мой вопрос. И ты мне кратенько ответь, прямо сейчас. Прямо сейчас. Интересно, наполнено, неожиданно. всегда жизненно, творчески, любовно, открыто, честно. Вот такими сегодня. Рассматриваешь ли ты, ну, иногда, или вообще рассматриваешь ли ты, допустим, какое-то событие в твоей жизни 10 лет назад, каким образом оно на тебя повлияло, что оно сформировало, как это повлияло на тебя настоящего. То есть, это как, ну, понимаешь, как? То есть, что сформировало меня, как меня, вот, на текущий момент. Понимаешь, в этом смысле, мне кажется, я немножко по-иному устроен. Я эту такую простую метафору в 15 секунд повторяю в последнее время, почему-то часто, достаточно, потому что, наверное, меня спрашивают. вот существую я и существует яблоко. Если я это яблоко съел, через наверняка, ну, полчаса, может, час, может, два часа, оно стало мной. И мне неинтересно после этого, где оно росло. Как там, оно там турецкое или, может быть, оно какое-то краснодарское. Я не смотрю, ну, я помню, что мы говорили с тобой, я забрал, то есть, не то, что забрал, как-то так сформировалось. То есть, вот, если меня спрашивают, о моей истории, о моем пути, меня там вообще нет. Мне неинтересно анализировать себя и рефлексировать по поводу своего прошлого. То есть, от слова абсолютно. Но самое главное, по поводу моего прошлого, начиная с того, какие у меня родители, какое у меня детство было, какое у меня было там православная жизнь или, может быть, католическая в чём-то. Вот, я совсем в прошлом меня нет, прикинь. Любые факты, воспоминания, биография, если меня уж очень попросят, заплатят мне, ну, не меньше 150 тысяч, я, конечно, могу придумать. Но это будет больше художественный рассказ, потому что, когда забираешь из прошлого эмоциональную память, то фактаж осыпается, и я очень рад. Потому что эти, ну, условно говоря, нейронные клеточки прекрасно работают на настоящее. Вот, меня в прошлом, Валер, нет, честное слово, я не помню, кто там. Я иногда смотрю в паспорт, думаю, ёлы-палы, 1969 год, это вообще какие-то запрещения. Я вообще в это не верю. Понимаешь? Меня там не было. Вот, меня даже, я, нет. Вот, знаешь, самые большие следы в моей жизни оставляли люди, которые говорили, что я люблю тебя очень сильно, больше всех людей на земле. Ты мне дал больше, чем папа и мама вместе взятые. Вот это кодовые замки, чтобы попасть в мой внутренний мир. Я раньше просто открывался на это и брал человека и прижимал его к своему сердцу и говорил какие-то хорошие слова. Но сейчас я к этим словам отношусь прохладнее. Вот. И если раньше меня цепляли уходы людей, которые клялись мне в вечной верности и любви, то сейчас дай Бог мне хотя бы в кого-то влюбиться, так поверить, при моем знании человеческого непостоянства поверить хоть в чью-то любовь. Такую, ну, глубокую и долгосрочную. Поэтому в моменте я верю, если мне Денис Самойлов говорит, я так тебе благодарен, так тебя люблю, я делаю скидку, что это на настоящий момент и не подвязываю его повторять мне это раз в неделю по понедельникам. Нет, вот сейчас любишь, вот и я тоже принимаю, откликаюсь. Я знаю непостоянство любых обещаний. Я знаю непостоянство человеческой природы. И это меня каким-то образом застраховывает от веры в надежность хоть каких бы то ни было отношений дружеских, партнерских, любовных. В глубине души, ну, как бы я слишком зрел и слишком трезв, чтобы во что-то поверить. Ну, а если кому-то тебе сейчас хорошо, вот, в прошлом меня нет, и тот или иной опыт уже стал мною, как яблоко или морковку, которую я и проживал. Всё. Тогда вопрос, батюшка, вот смотри, системный взгляд, это же про постоянство как раз-таки, про способность планировать, способность видеть будущее и предсказывать. А как в этом непостоянстве видеть будущее и предсказывать? Я не вижу будущее, так, чтобы слишком. Я даже не знаю, вернусь ли я из Индии, или, может, меня там на каком-нибудь костре спалят. Поэтому, ну, я не вижу будущее, поэтому я на всякий случай составил завещание, что делал, кстати, несколько лет назад. Сначала одного человека, потом на другого. Вот, как сказать, то есть, это нормальный такой момент. Вот, поэтому я не вижу будущее как какое-то будущее. Я какое-то ближайшее, понимаешь, с другой стороны. Если я планирую события текущие, например, какое-то одно событие, другое, третье, это все-таки я планирую, и все-таки как-то оно вдохновляет, просыпаться, что, как-то делать, что-то перепоручить, смена контекста, подготовка к событию, само событие, послевкусие события, это вообще очень, очень такой, ну, приятный процесс, вот, поэтому цели ставить, планировать какие-то события, это хорошо, то есть, даже вот семейная жизнь, например, если у нас есть какое-то событие, вот едем, например, летом в Грузию, например, вот, или, например, летим куда-нибудь там в Таиланд, например, там, следующей зимой, вот, то есть год, но уже событие, оно как бы моя ниточка с будущим, все цели, которые я ставлю, ну, как бы они воплощаются, причем без усилий, без труда, вот, я знаю, что для того, чтобы, ну, реализовать и достигнуть, когда ты без усилий что-то делаешь, просто только задумываешь, оно совершается, как будто бы тобою, но без усилий, это очень похоже на то, как птица сначала машет крыльями, чтобы взлететь на поток, вот, а потом уже просто с жизнью у меня вот так вот оно все состоит, носилки, силки, которые привязывают нас, не дают взлететь, это тоска по не сложившемуся прошлому и, то есть, что-то не сложилось, и мы там, как бы, вот, сожалеем, анализируем, наверное, это было ошибкой, у меня не было ни одной ошибки в жизни, вообще, это не, это про способ организации информации внутри себя, поэтому я двигаюсь легко, ошибки меня или тебя приковывают, а вот если бы я не женился на Насте, думает, например, а как бы это было, а вот, может, я неправильно, что женился, надо было на Кате жениться, понимаешь, ну, то есть, и вот эти все штуки, они создают нам нереальное, протяженное, настоящее время, что и это морок, вот, я вообще ни о чем не жалею, если кому-то мои действия стало нанесли моральный ущерб, я уже извинился, вот, если кому-то надо в деньгах компенсировать, пожалуйста, посмотрите это видео, напишите сколько, сколько я вам задолжал за причиненный моральный ущерб, с удовольствием компенсирую, никто не должен на меня быть слишком обижен, но если эта обида несправедливая, я не буду компенсировать, но услышу, выслушаю, и таким вот образом оно как-то, так вот зацепка за нереализованное прошлое, за то, что там были ошибки какие-то, вот, за то, что там есть что-то нуждающееся в анализе, и это вот, это наша ловушка. Я тогда, как тот еврей из древней книги, зайду с другой стороны. Давай. Тогда системный взгляд или вот такой взгляд в формате терапии. Вот перед тобой человек, который наелся груш, яблок, картошки прихватил и так далее. Ему плохо, вот ему плохо от этого винегрета, вот он перед тобой. В такой ситуации как? Ну, как мы смотрим, например, на какие-то, какие-то фрукты, мы здесь как нутрициологи работаем, на какие-то фрукты у него аллергия, какие-то, возможно, но в небольшом количестве, какие-то не надо есть на ночь, какие-то не надо мешать с другими. Мы анализируем, ну, как сказать, ситуации, его когнитивные нарушения, ошибки, которые привели его к состоянию, где ему плохо. Сходить с человеком, разобрать его ситуацию, вот для того, чтобы, но только для того, чтобы извлекши уроки отпустить эту ситуацию. Я думаю, что это хорошо. Вот, и в этом терапия и, по сути дела, состоит. Что в прошлом не отпущенное держит меня, почему я стою лицом к своему прошлому, а не отпустив его, поворачиваясь к настоящему. Моя любимая метафора в терапевтической работе «Прошлое оставляем в прошлое». Это твой архив. Архив. Складём эту главу твоей жизни на полочку, папку с этой главой, например, отношения с Валерой Пудовым. Ну, вот рассталась она с Валерой Пудовым и с кем-нибудь ещё. Всё, плохо он, нарцисс, абьюзер. Давай поругаем, ножками потопчем. Валера не давал ни того, обещал то, но потом не исполнил. Плохой, плохой, плохой. Всё, давай поплачем о нашей непростой женской доле. Закрываем папочку с историей про Валеру Пудова, закрываем дверь, да, дверь замуровываем как бы стеночкой, ставим такую кирпичную в четыре кирпича, стеночку штукатуркой, на штукатурке рисуем какую-то картинку, разворачиваемся, идём в противоположную сторону. Сначала по тропинке, по полю, потом заходим в большой лес, потом заходим в огромное, в какую-то деревню, потом в какой-то город. Идём, идём, идём. Прошлое прошло, оно в прошлом. Не держимся, закрыв и допоняв его, то есть, допоняв и проанализировав, и сделав выводы, нужно его закрывать. И в мой системный взгляд не входит моё прошлое. Нет. Прошлое уже интегрировалось в мою нейрологическую систему. Прошлое оставило отпечатки, иногда шрамы на моей душе. но того ножа, который нанёс мне шрам и той руки, просто в природе уже не существует. Ну, шрамик остался. Шрамы, вмятины, переломчики, это наш опыт. То есть, и он остаётся с нами, и помнить о нём не нужно. Это он на уровень рефлекса уже выходит в большей степени. У меня ещё есть вопрос по поводу системного взгляда. Нужно ли, чтобы иметь системный взгляд, понимать вообще структуру системы? Ну, вот даже про пример с терапией, например, чтобы понимать, какие фрукты и овощи человеку полезны, а какие не полезны, нужно знать, как бы обладать этой информацией. То же самое, я не знаю, в семье или в отношениях или в бизнесе. Для того, чтобы иметь системный взгляд, нужно как бы как будто знать структуру этой системы. То есть, видеть её получается далеком. А как это применить на область жизни? То есть, я понимаю, например, системный взгляд, когда ты его куда-то приземляешь во что-то конкретное. А вот как смотреть системно в принципе и возможно ли так? Ну, во-первых, я дал четыре точки восприятия. Этого достаточно для рассмотрения. Но вот в чём ловушка любых попыток просчитать эту сука реальность и её каким-то образом и каким-то образом её получить над ней контроль. Жизнь, она ёмче, мудрее и хитрее, чем наша операционная система. Поэтому как только я в том или ином контексте понял, как успокоить женщину, в следующий раз, если ты не подойдёшь творчески, а по понятной методологии, это не сработает. То есть, если я в живом отношении с жизнью, и другой человек, это же целый мир, целая жизнь, если я не в объектном отношении как к предмету, а в субъектном, то есть, как к живому отношусь, то каждая ситуация с каждым человеком требует творческой пульсации и методологии не существует. Ну, нет. Ты, например, прочитаешь книжку Роберта Дилса про системное мышление, даже прочитаешь Стивена Гиллигена про системное мышление. Но интересный такой момент, и это тоже такое послевкусие таких разных обучений, тренингов, что почему-то прихожу, вот у них это работает на тренинге, у Дилса и Гиллигена, а я такое же упражнение делаю, а что-то никого не вштыривает, никто не понимает вообще, и никакого инсайта нет, и поток не возникает. Вот. Почему? Потому что я умом считал, что они делают, записал их реплики, а души в это не дал. И оно не работает так. Что касается механических систем, например, ну, например, там, математика, или автомобиль сломался. Вот. Тут, конечно, мы и устройство автомобиля, и вот это постукивание, и вот это пошаркивание какое-то, мы всё это аккуратненько изучаем, вычисляем, и по-мужски лечим автомобиль, если вдруг что-то с ним случилось, то есть мы можем там починить, или вызвать как бы скорую автомобильную помощь. Но есть женский способ. Когда женщина опаздывает, например, на какую-то презентацию, и у неё сломался автомобиль, она говорит, ну, миленькая, родненькая, ну, пожалуйста, пожалуйста, и всё, и едет. Поэтому хрен его знает, как работает эта вся история. Вот. Поэтому вот смотри, например, там есть доказательная психология, там доказательная медицина, вот, а есть вот эти вся эта волшебно-эзотерическая, там, где там пить чернику, произнести заклинание на Луну, процент исцеления приблизительно один и тот же. Почему? И тут наш рациональный плацебо. Да, но это слишком простое объяснение. Вот смотри, чего делает ум, который пытается упорядочить эту грёбаную хаотическую пульсацию под названием жизнь? Ага, это эффект плацебо. Хорошо, но почему-то один человек ставит эффект плацебо и даёт защитную мантру, и у него работает, а другой делает то же самое с точки зрения действия и методики, и у него не действует. Почему-то какая-то волшебница, какая-то бабка, там, грыжу заговорила, животик прошёл у ребёнка. А другая бабка, которая, на самом деле, она не бабка, она просто так подсмотрела, и у неё не работает. А я вот слышал объяснение, почему так, кстати, вот в Индии в том числе, то есть, что как будто бы есть некая вот система знаний, которая передаётся через парампуру, так называемую, то есть, прямую передачу. То есть, если ты эту прямую передачу не получил, ты к системе не присоединился, и энергии там нету вот этой системы, то есть, ты можешь сколько угодно имитировать, но эффекта как бы не будет. Такое вот я скажу. Верно. И это прекрасное, замечательное объяснение. Но почему-то Иисус Христос не обладал никакой христианской парампорой, и никто его не рукоположил в Иисуса Христа. Вообще, он бунтанул по отношению ко всем на то время актуальным, скажем, школам. Почему-то Зигмунд Фрейд, ну, как бы, ну, как бы наш патриарх всего этого психологического безобразия, почему-то он никакой парампоры не получил. Почему-то, например, там, ну, то есть, и таких примеров можно примести множество. Поэтому, вот как только, если смотреть системно на эту реальность, как только нам кажется, что мы схватили и поняли какое-то объяснение, тут же приходит антитезис. Мой антитезис, как только безупречно в чем-то конкретном, в каком-то тезисе начинаю быть уверен, мой антитезис появляется очень быстро, сутки не проходит, как только я говорю правильно так, блин, антитезис. И я его быстренько запихиваю, говорю, это неправильный антитезис. Но если я умею балансировать, и вот он с тем и взгляд, между тезисами и антитезисом, не привязываясь как к истине, ни к одному из них, и остаюсь в пустой середине в блаженном созерцательном безмолвии, не вовлекаясь ни во все эти теории, я остаюсь живым. На нас претендует тысяча концепций, пятьсот религий, там может быть десятков пятнадцать психологических школ. Только посвяти себя мне, говорит каждый из них. Но есть хорошая подсказка в русской народной традиции. Называется она колобок. Поэтому колобок он же и с медведиком, и с волком, и с зайцем, но только лесу не смог обойти. Поэтому колобок два ноль. То есть мы поиграли, мы погрузились, мы посвятились, и нам дальше. Мы бережно простились. Поэтому умение прощаться с теми или иными системами, семейными, родовыми, различными учениями, школами, концепциями, это показатель, что наконец-то мне не нужно ни от кого подтверждение, что я это я. Любая потребность принадлежности к той или иной системе, показатель моей детскости, неуверенности, я нуждаюсь, чтобы кто-то меня подтвердил. А психологически зрелый мужчина сотрудничает с другими психологически зрелыми мужчинами, уважает все существующие школы и концепции, но он не присоединён ни к одной из них. Это моя точка зрения, субъективная. Отец, ты говорил про системный взгляд по отношению к себе, ты сказал, что ты целостный. Я же замечаю, что внутри меня есть тыкалка. Раньше её было гораздо больше. Ты справишься или ты должен. Получается, таким образом я создавал из себя систему и её разделял. Таким образом раздвигал себе берега вместо того, чтобы стремиться к целостности. Я правильно понимаю? Я ж не знаю, что ты делал внутри, и твой писательный язык мне не вполне понятен. Ну, отчасти понятен. То есть, смотри, на этапе адаптации в этом мире нам кажется, что нам нужно его понять, и мы начинаем читать книги, изучать различные источники. Мы видим очень много описательного в других религиях интересного. Нам очень интересно как-то вникнуть, как оно там устроено, какие есть методы телесно-ориентированной терапии, что помогают, триггерные точки, китайский цигун, точки активации энергии. Мы всё это исследуем. Мы вникаем, мы пробуем. И если это для меня работает, например, чтобы почувствовать бодрость, там, например, кинесиология говорит, что можно нажать на эти точки, и тогда у нас активизируется что-то. Нравится, нажимай. А вот бывает, что нажимаешь, ничего не работает. Значит, мы ищем что-то другое. И вот системный взгляд это пробовать, экспериментировать, исследовать собой, изучать. что-то, что кому-то помогло. Книги там этого Мерфи или Алана Пиза когда-то помогли, но почему-то сейчас их не продают уже. Вот почему-то был какой-то всплеск, кстати, НЛП сейчас продается очень плохо, если вообще не продается. А когда-то был огромный всплеск. вот есть люди, которые преподавали какие-то методики активации чего-то, а сейчас они не преподают и уже не активируют. Был такой прекрасный, очень классный, просветленный мастер, ну, как оно считается, Андрей Лапин. Вот одно время я его слушал с упоением, потом он пропал лет на 10, а может на 15, потом появился, ну, мне неинтересно, нет новизны. И дело не в нём, а дело в том, что то, что он говорит, оно уже не резонансно мне, а на каком-то этапе было резонансно. И вот Казанской Божией Матери меня уже не заставишь молиться, вот, только вот Владимирской, вот, понимаешь, то есть если я живой, я честен в том, что послушать, обучиться, попробовать, но в какой-то момент для меня почему-то это перестаёт работать. Это честность с собой. Любые люди, которые являются адептами тех или иных систем, они ради лояльности к системе начинают обманывать себя в том, что это им помогает. То есть чтобы вот я ж гештальтерапевт, понимаешь, а оно может и не работать, и тогда мне дальше. Умение входить в систему с ниточкой ариадной обязательно, чтобы знать, как мы туда попали, как вернуться. Умение убрать от неё по максимуму. Видишь, два вопроса мы сегодня совмещаем. Системное мышление и отношение с системами. Вот, и умение выходить бережно, с благодарностью за то, что мы здесь получили. без того, чтобы оставлять внутри системы разрыв дыру или дискредитировать её, как что, какое-то лжеучение там, или может быть, что там, вот, нет. Побыли, получили, пошли дальше. То есть фокус внимания внутри себя, внутри своего чувствования. Я тебя услышал, спасибо. Павел Шлепнёв. У меня такой вопрос. Вот, ты говорил вначале про системность отношений с проектами. Валера подвиспрашивал про системность по отношению к жизни. У меня такой вопрос. Ты вообще не воспринимаешь жизнь как какой-то проект? Вот, некоторые мои друзья, включая меня, хотят, ну, как-то жить, чтобы жизнь была там красивой, моральной, духовной и так далее. То есть у тебя такого нет? Я вообще не понимаю твой вопрос, а прикинь, это твой вопрос, как будто бы ты про историю КПСС меня спрашиваешь. Я вообще не понимаю об этом. Ну, честно. Ну, смотри, я слишком уважаю благовею перед великой таинством неоднозначностью жизни. Этим великим парабрахманом, как бы сказал Данил Фёдоров, я в глубоком благовении перед этой многомерностью. Я понимаю, что я и есть эта многомерность, и существует огромное количество непознанного этой многомерности. Сделать из жизни проект, это значит описать и ограничить эту многомерность, тем самым обесценив эту многомерность и лишив всей потенциальности возможности этой многомерности, лишив себя. Поэтому я с уважением. Мне интересно, что дальше. Мне интересно в том, что есть всегда быть живым и, ну, как сказать, заинтересованным, но я никогда не размышлял как проект об этом. У меня всегда были деньги, вот скажу тебе так вот, мы с тобой кто о чём, а вшивы об они. Вот. Потому что деньги – это одна из стихий этого мира, и я с этой стихией в почтении и в согласии, как и со всеми интеллектуальными, эмоциональными, духовными, сексуальными вибрацией этого мира. Вот. Для меня показатель, что у человека есть деньги, что он, ну, в примирённости с жизнью находится. Для меня показатель, что человек востребованно его любит, это значит, что человек в примирённости с жизнью находится. У нас с тобой была тема сексуальности, кстати, твоя мама сегодня посмотрела и написала мне хвалебный отзыв. Благодарность мне и гордость за своего сына, потому что ты там очень смел. Вот смотри, давай так вот на этом примере объясню. Смотри, «хочу секса» – это идея. А если эта жизнь своей вибрацией, желающей телесно соединиться с другим человеком, то она проявляется иначе, а не через «хочу секс». потому что это только идея сделать себе хорошо. Просто ты видишь человека, и твои руки не могут не касаться, и они как-то внезапно оказываются там, то там, то там. Ты понимаешь, что ты уже прикасаешься, не успев даже подумать, уместно это, этично, правильно, не является нарушением границ. как только начинаешь эти морально-этические вопросы ставить, другой чувствует себя некомфортно, как будто поток прервался. Точно так и, ну, как бы здесь, вот я смотрю, вот это «хочу» у меня идёт изнутра, например, я хочу в Индию поехать. Или у меня это «хочу» идёт из, ну, ладно, надо же что-то придумать, надо же как-то подразвлечься, что-то я давно не ездил. И это из головы. И поверь ей, любой проект от секса до Индии, от желания обучиться на каком-то курсе до, как сказать, до, например, желания построить свой дом. Если оно из головы, когда я попаду в эту цель, я скажу себе, блин, и что, это всё, что ли? Ну, это какая-то скукотища. И что? Ну, вот захотя, многие люди богатенькие, многие люди озабочены строительством семьи или завести себе попугайчика, завести себе котика, завести себе девушку, они попадают в эту точку, потому что их цель не от глубинного желания души и тела, а от думалки, чтобы быть как все. И они попадают в цель, и они там несчастны. да, теперь услышал тебя. Позволь, то, как ты спрашиваешь меня, это попытка услышать, ну, как бы услышать в этом алгоритм. Как тебе сказать, дорогой? Блин, если бы ты был рядом, тебе за плечи потряс бы сказал, послушай, я прочитал стихи про отчий дом, про трех мужчин, про жизнь свою, про любовь свою, про то, что я вхожу, смотри, какая эротическая, поэтическая метафора, я каждый день вхожу в отчий дом, так же, как входит нефритовый стержень в утробу женщины. Понимаете? Это все спонтанно говорение ни о чем. А ты спрашиваешь меня, как будто бы пытаясь найти алгоритм. Ты как бы алгоритмизируешь мою речь, подобно тому, как в школе нас учили, что Пушкин писал ямбом, а Лермонтов писал хореем. Нам не давали чувствования, понимаешь? А если учитель литературы горит, она так читает Пушкина, что нам хочется читать, а не анализировать. Вот. Поэтому я вот то, что я рассказал сегодня, я вообще ни разу в жизни даже так и не думал. У меня не было заготовки, я не знал, как это все сложится, я живу, понимаешь, здесь. И если ты завтра бы этот вопрос задал, я бы тебе сказал, Саш, я, кажется, этого не говорил. честно тебе скажу, я свободен от своей вчерашней концепции полностью. Вот это и есть прямая передача. Вот как назвал, так и ограничил. К сожалению, да. Смотри, то, что такое прямая передача, я этот термин использую иногда для того, чтобы проще объяснить. Но лучше один раз показать, чем сто раз объяснить. Поэтому есть люди здесь, вот в этом круге, которые чувствуют и понимают в таком созвучии со мной, что если бы я внезапно прервался или закашлялся, точно вот пять человек отсюда завершили бы мою мысль, и движение в заданном направлении в начале этого всего. Вот этот пузырёк называется Франчипани. Его мне подарила Оля. Но она подарила, не сказав название, она подарила мне это, не то, что сказала, что это любимый цветок её любимого Кришны. Она сказала, закрой глаза и сделай вот так ладошки. Я закрыл и сделал. А теперь говорит, поднеси к лицу. Какое? Я спрашиваю, а что это? Она говорит, а потом она назвала это. Я говорю, дай мне, говорит, я это тебе и подарить пришла. То есть сначала опыт, может быть какая-то укоренённость в опыте того или иного явления, а потом может быть имеет смысл понять, как другие люди похожие нечто называют. Но так самое интересное, что этот аромат внутри моего обоняния отражается иначе, чем внутри твоего или даже Ильи. А кто-то понюхает, скажет, это вообще перегнившими тыквами пахнет. Вообще, как ты это нюхаешь? А мне нравится. Вот. То есть, вначале опыт. Поэтому ловушки метамодели перевожу на русский. Это потеря бдительности к тому, что те или иные ценностные слова в нашем опыте звучат иначе, чем в опыте другого человека. Особенно это касается любви и отношений. Вот. Внутри меня есть определенный опыт. И вот пресловутая прямая передача это когда я состоянием несу опыт проживания своего знания, пробиваю твои механизмы анализа, личной травматики, страха авторитетных фигур и просто опытом тебя облучаю вот так вот. Вот так вот. и ты раз так понял, классно, так это ведь называется. Я говорю, стоп, 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 молчи, 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 мы утратим что-то главное. Вот давай так посидим тихонечко, не спеши, не надо называть. Давай просто романтику неопределенности сохранять. Поэтому романтика неопределенности это наше всё. Вот. Поэтому я, понимаешь, я вот то, что я сегодня говорю, я придумал в чистом виде. Это всё стопроцентная выдумка. Но кое-кому светлее стало жить, например, Павлу. Илья, он хохочет, когда я сказал про дохлые, про прогнозы, гнившие дыни. Но и даже Вадик в задумчивости. Вот. Поэтому не спешим искать аналоги в уме необычному чуду. Как только мы находим аналог в уме, мы многомерное превращаем в плоскостное. Послушай, всё, что я сказал, это правда. Это истина этого момента. Три позиции восприятия «я», «она», «оно». Протяжённость во времени. А в плане взаимодействия с системами это, конечно же, входить в систему, брать от неё, напитываться и уходить из системы, если мой путь внутри этой системы совершён, завершён и мне дальше. Это если оставить остов, ну вот эту структуру, то это именно так. И только в моём опыте. Это моя модель восприятия, которая сформулирована была 15 октября 2024 года на памятной встрече мужского круга и, может быть, уже послезавтра я особо и не вспомню этого. А так? Так, хорошо. Я ещё дополню. И ещё не опираться на прошлое. Оно уже, понимаешь, оно как опыт, оно интегрировалось. А как память ходить в архив и бесконечно его осмысливать, анализировать, как говорил поэт, не надо создавать архивов над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача. Вот. А дальше не помню, и это то ли Пастернак, то ли Тарковский. И я не помню, кто такой, и мне за это не стыдно. Но вот не надо создавать архивов и над рукописями трястись. Сказанное произнесено, сказалось. Вот. Если успели записать на видео или на аудио, может, кому-то еще будет польза. Если нет, оно прозвучало, оно уже вот в этом прекрасном сан-франциском небе витает у тебя над головой. Ну, я понял, этот системный взгляд – это нечто природное для мужчины, да? И психологически зрелый мужчина имеет априори, или это все-таки приобретенный навык, который прокачивается? Когда мы смотрим на звездное небо, это просто хаос таких бело-голубых точек. Это, то есть, небо само по себе, и вся эта Вселенная ничего не знает о созвездиях. А когда мы прорисовываем линии, вот это большая медведица, вот это Орион, вот это, например, мы создаем созвездия своим взглядом из звезд, которые, может быть, на огромном удаленном расстоянии находятся друг от друга. Системный взгляд – это умение в хаосе звезд найти созвездия, определить их. Мы выводим некоторую систему, есть экономическая система, и там есть свои законы рынка, например, там есть политические системы, там есть свои определения, термины, диктатор кто-то, кто-то, например, демократия, какие-то свои термины. Чтобы осмыслить, мы опираемся на определенные знания, и может быть, это наши знания, чаще всего чужие, но всё живое выходит всегда за рамки описания, поэтому в начале своего жизненного пути мы пытаемся структурировать этот хаос, да понять, осмыслить, найти закономерности, всегда делая скидку на то, что всё, описание любого явления, начиная от конкретного человека, до каких-то глобальных, политических, экономических, вот, всяких, даже законов физики, даже законов математики, это ещё не всё, пока мы не закрылись, вы, а, я теперь всё понимаю, всё знаю, мы открытая система, я открытая система, потому что я продолжаю обучение, как только человек сказал, а, я всё понял, ну, всё, ладно, хорошо, моё почтение, великий гуру, вот, вы всё поняли, я ещё разбираюсь, разбираться, это значит творчески относиться к живому, любая, любая живая система, она на то и живая, что она, ну, пульсирующая, она выходящая с берегов, она непредсказуемая, вот смотри, мы с тобой ещё те, как бы, как бы, люди, которые из прошлых веков, тут есть некоторые, которые в этом столетии уже родились, так вот, помнишь, какое, какое были представление о семье, о морали, о сексе, ещё там в прошлом веке, да, перестройка, одни, сейчас другие, понимаешь, и если мы не учим, раньше гражданским браком назывались одни вещи, сейчас другие, в мои времена, моей молодости, батюшковской, гражданский брак, это брак, зарегистрированный в государстве, но не зарегистрированный в центре, в церкви, а в церкви называли венчанный брак, сейчас другие понятия в те же слова входят, и если мы гибкие, мы под старые понятия, новое, не подгоняем, а мы учитываем изменяющуюся, пульсирующуюся реальность, мы в постоянном процессе обучения, мы в постоянном процессе подновления наших контурных карт, входящей новой информации, раньше Россия, Украина, Беларусь были одной страной, и Казахстан туда входил, и даже Узбекистан, это старая карта, а если старой карты, мы новую территорию, изменившуюся контекст, меряем, мы не в адеквате, мы думаем, подожди, тут же никакой границы не было, почему-то пограничники стоят, не пускают меня, потому что уже как бы карта внешней территории изменилась, а мы на нашу карту не наносим изменений, вот иногда бывают люди 18 лет проживут в браке, а потом расстаются, исходя из раньше своей карты, я говорил, нет, нельзя расставаться, а она мне говорит, понимаешь, он хороший человек, а я умираю с ним, знаешь, от чего умираю, он слишком хороший, я умираю, я тоже становлюсь слишком хорошим, я превращаюсь в скучную старуху рядом, мне куда-то хочется, мне жалко его, но мне дальше куда-то, вот, и если по старым схемам мы втискиваем человека в отжившее мёртвое, по новой, если я живая система, я учитываю эти процессы и почтительно отношусь к священному дару жизни и к воплю живой души внутри социальной роли по имени жена, поэтому какие-то точки опоры, какие-то может быть базовые этические ценности, может быть какие-то представления, ну вот, мы уже нанесли на свою карту и в нашу нейрофизиологию, в наши привычки оно вошло, и мы слишком загипнотизировали, что нам кажется, что мы сложили всё как надо, я смотрю на своих родителей, которые мучительно пытаются разобраться со своими мобильными телефонами, они тыкают на кнопочки и почему-то злятся, что те реагируют не так, как они задумали, а это поколение, которое родилось в этом столетии, они уже шарят во всех этих VPN-ах и Wi-Fi-ах так, что готовы могут настроить семь, да ещё и за три секунды, вот, поэтому жизнь пульсирует и меняется, схемы условны, и мы не то, чтобы отказываемся от схем, мы на качество, валидность и рабочесть прощупываем наше представление каждый раз и сонастраиваемся каждый раз с человеком, с группой, с учением, сообществом, да и вообще, ну как сказать, может быть, я вот скажу, а знаете, вот Юнг в наше время неприменим, и Шрио Аробинда он вообще непонятен, это моя точка зрения, мне непонятен, это моё суждение, что для этого времени эти авторы не подходят, но кого-то вштыривает, и если я заявляю это, а ты говоришь, подожди, давай я тебе расскажу, давай, и я своё убеждение меняю, если вижу живого носителя Шрио Аробинда и всё, а не так, что это статичное убеждение, дай мне антитезис и я сдамся. Я это понимаю, хорошо, в общем, я попытаюсь сейчас систематизировать, скажем, но это боюсь, что это навык, который рождается из-за расширения сознания, да, вот так вот, да, это, у меня есть ещё один вопрос, вот, мог бы ты какой-нибудь яркий пример рассказать того, как теряется системный взгляд, как вот мужчина может потерять его, из-за чего? Я думаю, что системный взгляд это тот самый навык расширения, о котором ты говоришь, тот самый навык расширения, то есть, если большой взрыв произошёл, если из точки ты становишься расширяющейся вселенной, ну, наверняка только психические заболевания или болезни с геймера, такое тоже трагическое случается, могут человека заузить, или послеинсультное состояние, но если, как бы, ну, мозг, сознание, душа работает, то, или вот этот консерватизм, просто банальный страх, страх, что я утрачу объясняемую вселенную, поэтому лучше я буду внутри своей объяснялки, останусь один, там, или маленькая группа единомышленников, вот, такими сообществами становятся очень часто, ну, религиозные, психологические, это приходишь и смотришь, как ты чувствуешь, это открытая система или закрытая, то есть, такой, как бы, между собой, чек, вот, познавших истину, вот, и всё, а мне интересно, когда это живая дискуссионная. Ну, всё, я понял, он уже у нас только будет расти, расширяться. Да, ты точно не зову, я тебе хочу сказать. Всё, спасибо. Да, вот у меня вопрос, например, вот, в диалоге, например, я говорю человеку, что земля круглая, а человек мне говорит, что земля квадратная, и оба мы убеждены в этом. Вот, что будет системным взглядом в этом случае? Ну, конечно, вряд ли, ну, если, если человек говорит, что земля квадратная, ну, он явно психически нездоров. А если человек говорит, что земля плоская, нынче считается, что надо быть к этому толерантным, ну, это уже считается вариантом нормы. Вот, но, если ты говоришь круглая, он говорит квадратная, какова цель взаимодействия? Вот это важно. Любые дискуссионные темы, это попытка людей сблизиться. Когда человек хочет с тобой поспорить о чём-то, я предполагаю, что это попытка сблизиться с тобой. но, может быть, иначе человек и не умеет сближаться. А есть люди, которые любят сближаться через конфликт. Я, например, люблю сближаться через конфликт. И когда я нахожу в аудитории или на тренинге хоть одного несогласного, я говорю, о-о-о, класс, ты несогласен, аргументируй. И мы начинаем неспешный, спокойный, любящий. разговор. В процессе разговора во мне может включиться самцовость и в другом человеке самцовость такой эго. А у эго одно желание победить, размазать и доказать и сделать другого человека дураком, а себя красавчиком. Я внимателен к тому, чтобы, если я отстаиваю и аргументирую на свою точку зрения, свой, свои представления, например, о системном взгляде, чтобы другой человек не почувствовал, что я его пытаюсь победить или показать, сделать его каким-то неполноценным, ущербным или менее осведомлённым. И если человек говорит, а я вот обучался, удился, так он о системном взгляде говорит вот как. если я закрытая система, я не принимаю его взгляд, я говорю, вот у меня правильное. Если открытая система, я говорю, о, как интересно. И за счёт знания и позиций другого человека расширяю своё представление о системном взгляде. то есть когда мы умеем сотрудничать и делиться суждениями о чём-то без попыток друг друга менять, мы сказочно обогащаем друг друга. Как только имея разные точки зрения, я зафиксирован на желании победить, во мне включилась травма. Я хочу победить любой ценой. Потому что если вдруг ну то есть это ну вот так вот то есть вот в этом ключе. Поэтому у тебя круглая земля, у меня круглая, у тебя квадратная, отличная планета, а ты знаешь могу я сказать, а у экзюперии были планеты, на которых на одном росла только роза. Представляешь? И мне кажется, она всё-таки была не круглая, не квадратная, а например какая-то ещё. Вот как можно поспорить с изюперией. Он же про маленький, там маленький принц, правильно? И он жил на одной планете, а роза его любимая жила на другой. Представляете, вот приходит рациональный человек и скажет, это неправильно, не бывает планеты, где живёт только одна роза и больше никого. Но это же сказка. А мы с вами учились неоднократно создавать общую сказку, вместо того, чтобы продавливать свой сюжет. Да, слышал. Окей. Слушай, ну ты вообще говоришь о такие вещи, которые из такого измерения, где и системный взгляд, и не системное как бы видение. Ну то есть из измерения, где может быть и разные появляются и то, и то. И получается, что пояснить как бы пошагово вот этот системный взгляд, он получается, он, ну как бы ты говоришь, ну слушайте, ну начни жить, начни жить, начни порождать смыслы, и ты будешь формировать эти системные взгляды, потому что это будет опираться прямо в тебе. И это очень красиво, короче, ты говоришь об этом все. Вот, я просто хотел один момент сделать, когда я ну основательно занимался предпринимательством, я делал системные ну как бы планирования, системные планирования, системные какие-то вещи в плане достижения целей, и включал туда не только естественно предпринимательство, но и жизненные какие-то вещи. Я ну как бы через ошибки, через неудачи возникло понимание, что опять же, если я не себя транслирую, не себя показываю, никакой системы не возникнет, она будет не на той платформе, то есть как будто это пустое, ты ставишь, пытаешься сделать структуру-структуру и куда-то двигаться, но на самом деле если ты не ты или себя не выбрал, или так или иначе не проявляешь, то система не может сформироваться, и ты все время провисаешь, ты ищешь какие-то опоры, которые ну падают. Хотел об этом я сказать, спасибо тебе большое. Спасибо, Ром, за созвучие, но я не знаю, когда-то именно у Дилса подчеркнул эту идею, что состояние любой организации это внутренний мир ее лидера, вот, поэтому никаких систем за пределами нас не существует, если мы что-то создаем, и в каком она состоянии, эмоциональным, интеллектуальным, ментальным, финансовым, социальным, то есть, насколько это продвинуто, это просто наша проявленная потенциальность, любой человек виден очень через его дело, через то, что он делает, вот, и поэтому можно просто вникнуть на то, что человек делает, не задавая глубочайших там душевных вопросов, вот, ну и допонять, допонять. Спасибо, Роман, Иван, дорогой. Да, я, я на самом деле хотел сначала сказать про, ну, мне пришла такая мысль, что эмоционально зрелый мужчина на самом деле строит свою систему, вот, не отрицая, как бы, существование других, и скорее уважая и беря из них что-то, ну, вот, на самом деле, Роман, мне кажется, про что-то похожее прям сказал, вот, ну, еще у меня есть вопросы, первые, это, мне показалось, что системность это такое вот сугубо вообще интеллектуальное, ну, от ума все идет, вот, хотел спросить, правильно ли я это понял, что, ну, и где там вообще душа, есть ли там место душевности вот этой? ум, ум может допонимать то, как система функционирует, как система работает, выводить закономерности, я ни в коем случае не отрицаю ценность ума интеллектуального анализа, все системы самоорганизующиеся, вот история нашего мужского круга, мы несколько раз перевоплощались, чтобы соорганизоваться в созвучии вот тех людей, которые сейчас, видишь, здесь же не было такого, что кто-то задавал жесткие форматы, и чем меньше жестких правил и форматов, тем быстрее система соорганизуется, вот, ну, я опять же на примере мужского круга, увидев, как это все формировалось, организовывалось, есть, ну, уже некоторый алгоритм, который можно на что-то в дальнейшем применить, пройдя этот путь, проанализировав этот путь, вот, и предложив каким-то образом, но душа системы это всегда один, два или три человека, которые в центре, если в них единодушие, например, если это три партнера по бизнесу, они очень близкие друзья, и у них есть взаимное доверие, их система растет, развивается и так далее, почему говорится, что лучше не вести, например, семейный бизнес, то есть, бизнес с родственниками, потому что качество их личных отношений будет влиять на дело самым непосредственным образом, поэтому мы анализируем, понимаем, выникаем, вот, и моя здесь задача, поскольку слово системность предполагает что-то, как ты говоришь, очень интеллектуальное, показать всю красоту божественного хаоса, хаос это система большего порядка, которую нам невозможно просчитать, но если мы в достаточной мере созерцательные люди, мы не пытаемся хаос и непонятное втискивать в уже привычные схемы, и тогда приходит понимание второго порядка, не логическое, а вот это вот интуитивная сонастройка с чем-то большим, что открылось нам, если мы в почтении к этому хаосу, а не говорим чушь, бред, ерунда какая-то, мелет какую-то херню, ну, как знаешь, иногда хейтеры комментарии такие пишут всякие, вот, так вот, поэтому смотрим, вглядываемся, если что-то непонятно, вникаем дольше, позволяем облучаться новым уровнем понимания, видишь, и, ну, опять же, на примере отношений между людьми мы уже все взрослые люди понимаем, алгоритмов нет, когда мы пытаемся построить другого человека, сделав из него что-то удобное для меня, мы разрушаем и человек уходит, поэтому, если от меня человек уходит, я понимаю, что где-то я его встраивал очень, вместо того, чтобы дать ему жить рядом со мной, большинство так называемых отношенческих семейных систем, состоящих всего из двух людей, это что такое, это психологическое насилие каждого над другим, с целью сделать другого удобным для себя, с использованием психологических знаний, я говорю о чем-то принципиально ином, мы можем отслеживать тонкие закономерности отношений, но не использовать их как схемы, как метод, как принцип, как структуру. Так, ну это усваивается с трудом, единая система действительно не складывается. Хаос непознаваемого это система большего порядка. Научитесь разговаривать, вглядываться, вникать, проникаться душой этим божественным хаосом. Из этого вы получите больше информации, но это не интеллектуально, не ментально, это не укладывается в схемы. и в самом прекрасном смысле религиозность человека, в самом нейтральном, нерелигиозном смысле, это способность стоять под звёздным небом, любоваться красотой, не пытаясь вычислить, какие созвездия здесь и как они называются. Умный человек приходит под звёздное небо, вместо того, чтобы им любоваться, он начинает вычислять созвездия. Значит, аромат цветка, когда приходит человек умный, он говорит, о, какой красивый цветок, какой прекрасный запах, как он называется, а что тебе это даст? Или, например, смотри, люди, которые ценят поэзию или музыку, они приходят на поэтический вечер, слышат, когда кто-то там глубоко читает стихотворение, они не проникаются стихотворением, не проникаются чувствами, а они так, а чё это стихотворение? А кто автор этого стихотворения? Это в программке указано или нет? Да какая разница? Пока ты анализируешь, кто автор, ты не живёшь душой, ты не наполняешься, ты просто зря потратил деньги. Слушай, я безумно рад тебя видеть. Думаю, тебе через день точно вспоминаю тебе, ты какой-то очень светлый, приятный след оставил, приехав к нам сюда. Как ты это сделал, я не понял. Ну просто ты очень хороший человек, Иван Севастьян. Я вот возвращаюсь к теме, а вот смотреть вот это, например, на звёзды, на вот этот хаос и не пытаться его упорядочить, есть ли в этом системный взгляд? Вот оно у меня как будто одно с другим не... Вот где в этом этот системный взгляд, о котором мы говорим? Это же как раз таки его... Объясняю популярно. Смотреть, ну это как метафора, конечно, на звёздное небо, без попытки его понять и просчитать, это и есть системный взгляд второго порядка. Системный взгляд первого порядка, понять, какие созвездия, как называется цветок и кто композитор, классический композитор девятнадцатого века, мелодия которого звучит в рекламе. Вот. Уровень понимания это системный взгляд первого порядка. Уровень созерцания это системный взгляд второго порядка. Поэтому, ну сначала первый, а потом второй. Поэтому осваиваем первый и понимаем, что есть дальше, есть большее. Благоговеем и как бы готовимся к тому, что когда-то мы с тобой отстанем и будем смотреть на звёзды. Понимаешь, это как раз тот момент, вот когда, давай так, системный взгляд первого порядка. В любовных отношениях мы ухаживаем, нам хочется нравиться друг другу, мы начинаем разговаривать разговоры, делиться внутренним миром, делиться чувствами, это системный взгляд первого порядка. Системный взгляд второго порядка, это такое интенсивное переживание любви к другому человеку, что если ты просто откроешь рот и что-то скажешь, это будет ложь, это будет неправда. Поэтому вот молчишь и не заполняешь пространство тишины словами. В этом вот предельное состояние любви, это безмолвное благовение перед тем, кого любишь. Вот не надо не ухаживать, не доказывать, не дарить подарки, вот это присутствие, вот уровень встречи с Богом. замечательно. Я пытаюсь слова твои не анализировать, не умом воспринимать, а слушая то, что ты говоришь, я пытаюсь воспринимать не умом, не анализировать, а перенимать тот поток информации, который ты доносишь, то есть то состояние, в котором ты говоришь. И у меня как-то само собой уже давно отпадывает вот это состояние анализировать, обдумывать эти мысли, и даже вопросы сами собой не формулируются. Я просто чувствую внутри себя, что информация мне перетекает, мне хорошо от этого, я чувствую в этом глубокую истину, у меня это очень близко созвучно и крайне ценно, так что я по обратной связи могу только сказать спасибо, так что мне нечего сказать, все замечательно. У кого-то есть системность второго порядка. Ты только сказал, Паша. это не деградация интеллекта, это превосхождение, это туда и дальше. Подожди, подожди, да, да, говори, говори. Ага, а возможно ли вот эта системность второго порядка, можно ли вот эту систему второго порядка, чтобы она опережала первую, да, то есть не зная теории, сразу же перейдя к практике, будет ли это тоже ценным? Твоя сейчас и последний месяц настроенность на меня, на то, что из меня к тебе, на то, что из тебя ко мне. Это и есть системное взаимодействие второго порядка. Назову ее по-другому раскрытие души. если это произошло, это самое главное событие и точка перехода твоей жизни. Это произошло. Если отсюда, с этой замечательной горы, мы можем сходить в какую-то область знаний и даже поступить в какой-нибудь институт поучиться. С одной стороны, ты чем-то дополнишь эту коробочку, но с другой стороны, у тебя будет такое чувство как будто напрасно уходящего времени. Вот, 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 да, да, я понимаю. Но если, например, какая-то информация нужна, вся она в интернете есть, можно нагуглить, но это состояние называется знающее пространство. Из этого состояния ты знаешь и чувство правды, чувство, когда человек врет, когда человек искажает информацию, когда человек боится любить, когда человек боится сам себя, тебе безошибочно известно. Это гиперчувствительное состояние, но в этой чувствительности, потому что тебя как бы обжигает человеческое равнодушие, тебя этот менталитет, ну просто как раскаленный свинец просто на открытую рану, понимаешь, льется менталитет, ментал, менты, понимаешь, ну то есть не оно это все, вот, так вот, вот, я не знаю каким чудом, но я просто вижу тебя в этом плане и созерцаю тебя, а ты просто, ну, обычный кировский пацан, елки, ну не бывает такого по моим схемам, над этим надо трудиться, работать, медитировать, а с тобой это случилось, я перед всем это свидетельствую, что ты, ну как бы, для меня человек, который вот, ну на этой чистоте просто уже живет, но которому непросто, ну как бы, адаптироваться в социальном мире с этим, ну и обнулить это уже не получится, то есть, если ты скажешь, все, надоело, эта чувствительность, вот эта нежность, любовь, вот эти все высокие истины, блин, забухаю, понимаешь, ты даже забухать нормально у тебя не получится, то есть, заглушить что-то такое, потому что это никуда не, это ты не сможешь с этим ничего поделать, люди годами это, это реализуют, достигают, какой-то буддизм там едет, випассаной там морочит себе голову, а у тебя это уже есть, и с этим ты уже ничего не поделаешь, ты уже не власти надо быть. Вот, вот эта гиперчувствительность, она, как я понимаю, это и благословение, и сложность большая, а вот как с этой сложностью, что подразумевается, что в этом может быть плохого и хорошего. Ты понимаешь, что вопрос это с ними нет. Ой, ладно, ладно, это не протестерный взгляд, хорошо. Нет, нет, это как раз в самом вопросе ответ тебе известен. Тебе ничего не остаётся, что то, что произошло с тобой, и то, как оно случилось, жить, понимаешь, проживать, и всё. Объяснение не облегчит этой боли, твоей чувствительности к злу, к дебилизму, к холодности человеческой. Ничего не изменится. Это, ничего с этим поделать нельзя. Ну вот, и выйти обратно нельзя, вот, когда ты уже, ну, стал человеком вполне, вот, то есть, душой, телом, ну, как бы, чувством. Ты вообще ничего поделать даже с собой не можешь теперь. Обнулить это невозможно, забыть это невозможно. Ментальное знание забывается, события забываются, а себя, который обрёл себя проявленного, ты ничего с этим уже поделать не можешь. Но ты понимаешь, о чём я. Вот, я как будто посмотрел пять серий индийского кино, вот, которые мы смотрели в центре и ну и всё, да. Ты имеешь в виду сегодняшний разговор, да? Да, да, вот имею в виду сегодняшний разговор, то есть, вот, да, да, такое же ощущение. Спасибо. Хорошо. Так, для меня была, ну, для меня эта встреча важна и я даже не знаю, что спросить, как будто бы всё. Я придумываю, короче, вопрос и сразу мне отвечаю. Не, не надо, давай я тебе задам вопрос, ты понимаешь, о чём я? Да. Понимаешь, да? Ну, я теперь так живу. Боже, боже, родненький. Созвонимся как-нибудь, что-то ты пропал с радаров. Спасибо, что-то. Я деньги зарабатываю, учусь. Супер, Господи, слава тебе, Господи, это священное, это твоё сейчас, твоя, сейчас, что там, путь, вот, воплощение. Дхарма, да, да, вот, слава Богу. Ну, что, дорогой Иван Матвеев, заверши этот вечер, просто как-то подытож, потому что у меня системный взгляд первого порядка отключился, не работает, чтобы пункты вам вывести напоследок, вот, методичку выслать, схемочку нарисовать, поэтому сделай это, пожалуйста, Вань, я просто уже всё. Ты уже всю схему рассказал, и она была озвучена в процессе твоего диалога с ребятами. Мне, вот, Андрей написал сегодняшний вечер, прям сплошная поэзия. Поэзия с элементов модулей, и также взгляда разных точек. как Паша просто прозвучал, как просто поэтический. Так тебя рад слушать вообще. Вот, мы, ну, что сказать, системный взгляд. Мне, конечно, трое из ларца одинаковых с лица. Мы в центре очень удобного здания с Сашей проводим пятиминутки последние два дня. вот, и у нас уже получается. Вот, и, конечно, здорово так. Вот это мне больше всего, конечно, понравилось, когда посмотреть на проект, как на любимую женщину. Это прям метафора дня. Вот, потому что я это как-то интуитивно все знал, чувствовал, но прям вот так, чтобы входить, осознавать. И действительно, там же, когда ты входишь, начинаешь что-то делать, любить, она тебе также отвечает. Ну, а проект это такой энергетический, энергетическое поле, вот, и когда работаем, вот, тогда всем до встречи. Вот, вот, батюшка, тогда всех до встречи, Иван, все, давайте, всем пока, спасибо. Всем пока, всем спасибо, прощаемся. Спасибо.